Автомобили Рено по госпрограммам с выгодой 10%! Террамобил на Янаульской 1А Благоустройство озера Светлое вызывало больше всего вопросов. Предложение очистить водоем оказалось уже заложено в проекте, а вот идею укрепить берега лиственницей и одеть в камень отклонили, решив, что проще засеять пологий спуск к воде газоном. Не встретила поддержки идея из лодочной станции сделать пирс и удлинить его в сторону машиностроительного колледжа, так как смотреть там уже не на что, но не все предложения получили отказ. Было предложено переименовать наш запроектированный пирс в деревянный пляж, данное предложение поддержали. Далее было предложено обустроить пляж для зоны пляжного отдыха, ее также мы поддержали. Также было предложено установить детскую площадку, мы это поддержали тоже, она была заложена в проект. Планов громадье. Под боком у машиностроительного колледжа инициативная группа предложила разместить все, о чем мечталось и говорилось в последние годы. И беговую дорожку, и концертную площадку. Не забыли и про многострадальную затею выделить зону для выгула собак. В итоге на все просто не хватило места. Данную инициативу мы частично отказали, потому что сцена у нас уже была заложена, но она была немножко в другом месте. По поводу площадки для выгула собак, по правилам благоустройства города Нефтекамск, охранная зона, то есть санитарная зона от данных площадок является 50 метров до общественных зданий. Соответственно, в данном месте просто невозможно разместить. Плюс минимальная площадь этой площадки должна быть 2000 квадратных метров, что в данном месте тоже невозможно разместить. А на беговой дорожке особенно и не разбежишься, слишком короткое получилось. Идей было много, вот только вопрос парковки так и остался не решен. Очевидно, въезд к озеру закроет шлагбаум, а машины отдыхающие будут бросать в соседних дворах. С новой аллеей в парке все оказалось проще. Комиссия единогласно поддержала предложение установить освещение для новогодней елки и иллюминацию для стелла с названием города. Этот замысел на данный момент выглядит жизнеспособнее глобальных преобразований набережной. К тому же, по программе оформировании современной городской среды, именно эту территорию планировали облагородить вслед за аллеей у вечного огня. И даже начали готовить площадку. Но инициативная группа жителей города сумела протолкнуть вариант с озером. Решение, что важнее, примем мы с вами, если 18 марта вслед за выбором президента проголосуем за один из проектов.